Лен, ты чё, обижайся на меня. А чё, я за газетой сходил. Чё, ну и чё, что час не было? Пока шёл, пока шёл. Это чё, папа твой козёл сказал, что я к Светке заходил. О, козёл, а? Слажда, дармоед, а? Ну и зашёл я к Светке. И у неё испортился этот, как её, ну и утюг. А я ей исправил. А шо, папа твой козёл, ей утюг не исправил. Всё, отвёртка не работает. Ты сидишь в этих бигудях, в этом халате странном, что я тебе на свадьбу подарил. А я к Светке на секунду зашёл, утюг починить. Так она вся нафурцепудрена, юбка по саму, не могу. Готовится женщина, глади. Вот это объявление читаю. Смотри, смотри. Вена, Рим, Ницца, Монако. Всего 50 долларов, Лен. Как не может быть? По-русски написано. Вена, Рим, Ницца, Монако. 50 долларов на самокате. Не прошло. Ну и чё, дождёмся подороже. Дешёвка есть, дешёвка. Чё? О, смотри, объявление. Меняю фамилию из трёх букв на аналогичную из пяти. Сложно. Надо Якубовичу послать. Гляди, гляди, гляди. Жена на час. Жена на час. Нет, это значит, Лен, на всю жизнь застрелиться. А вот на час-то ничего, да? Это ж пишут, смотри, вот, смотри. Телефон 444-5630. Чтоб каждый дурак запомнил. Вот я запомнил. Видишь? Смотри. Главное, что, говорит, вот, звоните, не пожалеете. Бесстыдство какое. 444-5630. Бюст седьмой размер, Лен. Седьмой. Гляди, мы с нулём мучаемся. А тут люди. Седьмой. Это ж... Это из комнаты в комнату. Тележку. 444-56. Не пожалеете. Лен, а вот ты сидишь в этих бегудях, в этом халате странном. Зала бы на экскурсию, поехала. Вот, смотри. Призважаем на экскурсию. По местам, где кочуют олени. Северное сияние поледишь. Ягеля пожрёшь. А я тут по-стариковски 444-56. Не поедешь. Ну, сиди, тухни здесь. У этого бесплатного телевизора. Вот сидишь, прям в окно глядишь. Прямо что-то такое увидеть хочешь. Вот. Мужик! На клумбе! Я тебе вижу, свалыш. Ты, я тебе, я тебе эту шланг-то оторву. Что ты делаешь? На клумбе. А я вчера, Лен, цветы рву. Чувствую пахнуть. Слышишь, ты. Я тебе... Петрович не признал. Сразу дворника-то не узнал. Ты тоже не льсти себе. Развернись. Ну, сейчас-то я вижу, что поливалка. А то, думаю, струище-то какая. Давай. И тебе тоже. А ты, дура, сидишь. Хоть бы сказала, чтобы Петрович с человеком чуть не поссорился. Нет, ты. О! Гадаю на кофе, Лен. Гадаю на кофе. И... Результат сама не знаю. Сильно. Вот у нас, знаешь, этот самый... Наш завгар тоже с тещей поссорился. И давай. Гадалки. Приходит. Очередь большая, Лен. Огромная очередь. Он спрашивает. То последнее. Вот так, просто говорит. То последнее. Слышит такой противный голос. Я. Гляньте. Теща. А что делать, Лена? Сел рядом. Разговорились. Помирились. Сейчас она от его... Ребенка ждет. Чего я хрюкаю? Мать твою вспомнилась. Господи, прости. В какую очередь надо было высидеть? Такое же. Надо, но... Женщина была твоя мамка-то справная, в отличие от тебя. Помнишь, она мужика, ну, в буфете, грудью задела. Скорая помощь приехала. Какой диагноз поставили? Попал под каток. О! Смотри. Смотри, 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 смотри. Это я... Это ж надо... Вывод из запоя, Лен. Вывод из запоя. Это не нам. Вывод из запоя. Даже Карл Марс писал. Выход из запоя. Это вход в никуда. Второй том. Второй том. Шестая строчка снизу. Нет, сверху. О, сверху. Читала? Ты капитала, не читала. Лена. А как же нам общаться? О чем говорить-то с тобой? Если ты капитала не читала, Лена. Ну ты, я к Светке на секунду зашел утюг починить на час. И то у ей стеллажи книг, стеллажи. Вот красные, синие, зеленые. Все чистенькое, ни одной пылиночки нет. И прямо, знаешь, она себя на форцеподрин, юбка по самой немало. И у нее такая стремяночка. И она, а утюг наверху. И она, знаешь, полезла туда наверх. Слышишь, Лен, я полетел, какие у ей красивые книги. Я завтра пойду дочитывать. Нет, ты знаешь, Лен, ты не права. Светка к тебе хорошо относится. Она мне даже сказала, я уходил, она говорит. Ленка говорит, какая ж дура, говорит. Такого мужика схватил. Знаешь, вот так сказала, какая ж дура, говорит. Вот как, откуда она тебя так хорошо знает. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Знаешь, Лен, я подумал, ты вот сидишь в этих бигудях, вот смотришь в окно. А я вот думаю, ты пойми, вот счастье, за счастье нужно бороться. АПЛОДИСМЕНТЫ Никто к тебе в дверь не постучит и не спросит. Лена, у вас утюг работает? АПЛОДИСМЕНТЫ Помимо мужика, это тоже корабль. АПЛОДИСМЕНТЫ Заходит в разные моря. АПЛОДИСМЕНТЫ И все равно в родной порт. АПЛОДИСМЕНТЫ К родному холодильнику возвращается. Лена, дай Бог здоровья, Владимир Владимирович. Владимировичу это, Путину. Какие деньжищи отвалил? Закаживал ребенка. Сколько кораблей развернулось. И чешут в родную гавань. А ты сиди и жди. Может кто придет к тебе в окно смотрит она. Дура вообще. Смотрит в окно.